Перед передачей проект бюджета прочитывают в последний раз. На мониторах демонстрируют слайды доходов и расходов, в котором в условиях снижения основных макроэкономических показателей предстоит формировать областную казну. К процессу подключают членов Общественного совета при Министерстве финансов. В экономике далеко не все гладко, а это прямым образом сказывается. Ну и проблемы в государстве тоже в этой связи. И уже есть подвижки такие, что и нормативы меняются, какое-то перспределение снова в пользу, к сожалению, не нашему. Самое главное в бюджете – это правильная расстановка приоритетов. В первую очередь расходы по обязательствам перед людьми. Поэтому придется действовать слаженно и максимально эффективно. На первом месте стояли расходы по заработной плате. Первое – это плате с учетом майских указов президента. Второе – это неукоснительные расходы на коммунальные платежи, потому что учреждения должны работать бесперебойно. Конечно же, это расходы на питание и медикаменты и социальные выплаты населению. В Минфине считают, что бюджет достаточно проработан. При этом ситуация складывается нестандартная. Перенесены сроки подготовки проекта с 1 октября на 1 ноября. До последнего противоречивой остается информация о федеральных дотациях. Бюджет 2017 вновь стал трехлетним. Вернуться к трехлетнему планированию областному Минфину позволил прогноз, полученный в региональном правительстве на социально-экономическое развитие Оренбургской области. В проекте бюджета будущего года предусмотрено 67,3 млрд. рублей расходов. Доходы составят 65,4 млрд. рублей. Дефицита избежать не удается – 1,9 млрд. рублей. При этом инфляция учтена в размере 4%. Промышленность и строительная отрасль просто обязаны будут выйти в положительные значения. Сельское хозяйство тоже имеет шансы поднять индекс производства. Все потому, что есть важнейшая мера поддержки – импортозамещение. В среду бюджет начнут обсуждать депутаты регионального парламента. Он, как и в прошлом году, поступил в ЗАГС собрания на электронном носителе. Теперь его хозяином стал бюджетный комитет. Елена Давыдова, Игорь Бероев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова